Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Станислав Казаков. Сейчас мы с вами будем практиковать и изучать комплекс «Быстрый цигун», «Боевой цигун», который в достаточно короткие сроки может существенно укрепить ваше тело, суставы, сухожилия, внутренние органы, восстановить бодрость, гибкость и возможность более быть активным, радостным буквально за месяц-два при занятиях два-три раза в неделю. Итак, давайте начнем. Ставим ноги на ширине плеч, стопы параллельно, проверяем нашу базовую стойку, чтобы ноги не были слишком широко, чуть-чуть сгибаем коленочки, макушечки потянулись вверх, подбородочек слегка вжали в шею. Вот это наша базовая стойка. Глаза у нас смотрят одновременно на все и одновременно ни на что, то есть мы стараемся не цеплять из пространства взглядом какие-то объекты, субъекты или предметы. То есть мы сразу все одновременно 180 градусов фиксируем. И начинаем трясочку. Кончик языка прижимаем к верхнему негу и начинаем трясочку. Расслабляемся тело, оно становится мягкое, как желе, как единая клетка. Расслабляем плечи, живот, челюсть. Мы просто трясемся, стараемся, чтобы в каждую клеточку дошла вибрация. Также ваши глаза могут быть полуприкрыты. И большую часть внимания мы направляем вовнутрь. Но совсем глаза не закрывайте во время выполнения комплекса. И теперь, продолжая тряска, мы делаем глубокий вдох, задержка дыхания на вдохе. Удерживаем задержку в комфортное время 20-30 секунд. Трясемся немножко поактивнее. И далее складываем губы трубочки и плавно выдыхаем. Такой длинный, тонкий выдох. Снова вдох. Продолжая тряску, задержка дыхания. И плавно выдох, как через трубочку. И делаем то же самое. Третий раз вдох, задержка. И плавно выдох. И теперь останавливаемся и замираем. И наше внимание распределяем равномерно по всему периметру физического тела, вокруг него. И наша задача сейчас ощутить первую нашу энергетическую оболочку, эфирное тело, вокруг физического. Почувствуйте, как будто вокруг вас, на расстоянии 3-5 сантиметров, появляется скафандр энергетический. Это может быть вибрация, покалывание, какие-то еще тонко уловимые ощущения. И постарайтесь внимание равномерно распределить. Сверху, снизу, спереди, сзади, по бокам. И осознать весь скафандр целиком. Практически во всех дальнейших практиках мы будем работать с этим полем, с этим телом. Потом еще с более тонкими телами, которые чем дальше, тем шире, тем больше. Их сложнее почувствовать. Но вот это упражнение позволяет, во-первых, разогнать энергию по всему телу, активизировать каждую клетку, доставить кислород до самых таких удаленных мест. И почувствовать бодрость, энергичность. То есть это упражнение можете делать, когда чувствуете, что вам нужно поработать, потрудиться. 2-3-5 минут потряслись на задержке дыхания. И сразу почувствуете активацию тела. И переходим ко второму упражнению. Немного сгибаем коленки, так, чтобы они не выходили за большой палец. То есть если коленка смотрит дальше, то это уже слишком низкая стойка. Чуть-чуть согнули, так, чтобы вот ваше колено не выходило за большой палец. Копчик немножко поджали, толкнули вперед, как будто на высокий стульчик присели. Макушкой снова потянулись вверх и скруглили спинку, сутулились. Максимально скруглили именно грудной отдел, поясничный отдел. Отсюда мы начинаем вот такое вот движение. То есть очень важно, чтобы оно было не вот такое, а именно вращательное движение бедрами. А руки свободно висят. И мы начинаем с этого движения. Называется упражнение «Вода в лицо». Мы как будто плещем себе водичку из ручейка. И здесь очень важно поймать вот эту вот передачу импульса, трансмиссию. То есть мы совершаем движение бедрами, и оно отражается в руках. При этом все тело абсолютно расслабленное, легкое. Нету никакого напряжения. Очень важно расслабить плечи. Немножко скруглить спинку. И как будто вы из речки водичку себе в лицо плещете. Но вы руками ничего толком не делаете. Рука, вот она висит. И именно за счет движения бедрами у вас происходит трансмиссия, передача импульса. И начинаем плавно ручки поднимать. Плечи при этом опущены. И опускать. И теперь как будто мы из водопадика себе водичку в лицо плещем. Немножко начинаем поактивнее делать. В этом упражнении ваше тело, как водичка, становится мягкое. Послушная, податливая. Все грубые углы начинают таять. И попробуйте своему телу придать качество воды. Кончик языка у нас к верхнему нёбу. Дыхание через нос. И делаем упражнение. Проследите за тем, чтобы у вас грудной отдел работал. Чтобы ребра начали работать, плечи. То есть, чтобы вся система была мягкая и вся протрясивалась. Чтобы не было мест, где идёт закостенение, кристаллизация энергии. И 10 секунд делаем на максимальной скорости. Чуть ускоряемся. Хорошо. Опустили руки. Натянули от кончика пальца указательного до плеча сухожилия. То есть, натяжение подали и почувствовали, как появились такие, как будто струны, ниточки натянутые. И у нас в руках появляются лампочки. И мы начинаем вкручивать их в пол. Лёгкое, приятное натяжение и вкручивание. Как будто гирька привязана к указательному пальцу. И мы вкручиваем лампочки. Тянемся в стороны. Вытягиваем себя из грудного отдела. И добавляем вращение плечевого сустава. Так как вам я говорил, что это суставно-сухожильный комплекс, он очень полезен для суставов сухожилий. Очень они становятся эластичными, крепкими, подвижными. И потянулись вверх всем телом. Потянулись в макушку. И вкручиваем лампочки в небо. Тянемся в указательные пальчики, в макушку. Всё тело натянут. И плавненько начинаем опускать руки перед собой. И возвращаемся в ощущение эфирного тела. Чувствуем свою энергетическую оболочку, свой энергетический скафандр. И учимся внимания сразу же равномерно распределять вокруг всего физического тела. Это очень важный и ценный навык, который потребуется дальше в медитационных практиках. Учиться чувствовать своё поле. Приветствую вас, дорогие друзья. Сейчас мы с вами сделаем комплекс «Даосские восьмёрки» для начинающих. Он очень будет полезен для оздоровления организма, проведения его в тонус, в порядок. Особенно если проблемы с суставами, будь то внизу, вверху. Очень хороший комплекс, наполняющий энергией, раскрывающий грудную клетку, раскрывающий классное состояние. Итак, давайте приступим. Исходное положение у нас. Руки смотрят ладошками вверх. И мы из этого положения делаем первое движение. Сюда. Раз. Дальше. Два. Ладошки смотрят также вверх. Постепенно поднимаем руки. Три. Над головой. Пальцы смотрят друг на друга. Четыре. Руки расходятся. И возвращаемся в исходное положение. И снова. Раз. Два. Три. Четыре. И возвращаемся. И теперь мы это все совмещаем в плавное, глубокое, непрерывное движение. Делаем вдох. Руки пошли вверх. Вдох продолжается. Раскрываем грудную клетку. И идем вниз. Выдох. Кончик языка прижат к верхнему небу. Снова вдох. Выдох. И постепенно можно ускоряться. Здесь наш позвоночник начинает совершать волнообразное движение. Мы как бы собираем волну через ноги. Пропускаем ее через все тело. И собираем сюда, в живот. Опять пропускаем волну. И собрали энергию в живот. Выдохнули. На вдохе раскрылись. Собрали. И на выдохе упаковали. И на выдохе упаковали. И еще один раз. И теперь делаем то же самое, только в обратную сторону. До этого мы шли назад. Теперь мы идем вперед и вверх. То есть у нас идет раз. Руки расходятся. Два. Руки над головой. Три. Также прочерчивая ладошки, смотрят, стараются смотреть вверх. Разводим руки в стороны. И возвращаемся в исходное положение. И снова у нас раз. Посмотрели вверх, раскрыли грудную клетку. Два. Смотрим на кончики пальцев. Три. И расходятся руки. И возвращаемся в исходное положение. Приветствую вас, дорогие друзья. С вами Станислав Казаков. И сейчас мы с вами разберем цигун. Четыре столба света. Начинаем мы с того, что отстраиваем нашу структуру. И здесь очень важно использовать правильно каждый палец и каждый нюанс поставить на свое место. Итак, ставим ноги на ширине плеч, либо чуть-чуть шире, стопы параллельно, либо чуть-чуть вовнутрь. Мы можем, как мишка косолапый, немножечко смотреть пальцами немного вовнутрь, собирать энергию. Вот, очень важно, чтобы не было вот такого и вот вот такого. То есть, либо параллельно, либо чуть-чуть вовнутрь. Напоминаю, ноги либо на ширине плеч, либо чуть-чуть шире. Дальше, что мы делаем? Мы всеми пальцами, как будто цепляемся за землю, как будто птичка. Чуть-чуть сгибаем пальчики и хватаемся. Дальше мы опускаем колени, сгибая их, так, чтобы, когда мы смотрим на колено, оно не выходило за линию большого пальца. То есть, если вы чуть-чуть вышли, это уже неправильно. Проследите за тем, чтобы колени были немного подсогнуты, но и не совсем прямые. То есть, они должны быть подсогнуты и смотреть на большой палец. Далее мы толкаем крестец вперед, скругляя максимально пояснице. То есть, вот это вот место ни в коем случае не должно смотреть назад. То есть, попа не должна выпирать назад. А наоборот, мы ее вкручиваем, подкручиваем максимально вперед. Вот эту вот точку, мень-мень, врата жизни, мы расширяем во всех направлениях. Как будто у нас в пояснице рождается солнышко, и оно расходится во всех направлениях. Лучами согреваем все пространство. Вот. Дальше между коленями у нас шар, который распирает колени в стороны. То есть, очень важно, чтобы не было вот такого, а чтобы колени стремились в стороны. И теперь совмещаем пальцы. Копчик вперед, колени распирает в стороны. Дальше что мы делаем? Мы тянемся макушкой вверх. Немножко вжимаем подбородок в шею. И берем шар на уровне груди, на уровне грудной клетки. Мы берем шар. Теперь мы максимально скругляем спину, как бы сутуливаемся. Так, чтобы максимально раскрыть подмышки и толкнуть руки вперед. То есть, у нас появляется на некоторое время, как будто такой горбик сзади. И дальше мы просто делаем очень хитрый такой китайский иероглиф. Мы садимся на высокий стульчик. Раз, и присели. Таким образом, наша сутулость сразу ушла. Поясница осталась натянутой. То есть, нет вот этого прогиба. Следите, это очень важно. Вот. То есть, врата жизни, точка должна быть раскрыта, расширена. И мы обняли шар. То есть, представьте, что здесь вы держите большой шар. Макушку снова почувствовали, как она потянулась вверх. Подбородок вжали. И кончик языка прижали к верхнему нему. Вот первый столб. Столбовое состояние началось. Фиксируем эту позу. Смотрим одновременно на все, одновременно ни на что. Смотрим вперед и в стороны. Слушаем назад. И держим шар. А еще важный момент. Локти. Локти должны смотреть вниз. То есть, энергия через макушку втекающая. Встекает в локти. Из локтей встекает в колени. Дальше идет вниз. То есть, следите, чтобы у вас не было вот такого растопыривания. Опустили локоточки. И копчик толкнули вперед, а макушку потянули. Расстремили. Вытянули позвоночник. И стоим. Можно чуть-чуть пониже в этой стоечке уйти. И здесь, так как шар мы держим на уровне груди, мы как раз начинаем использовать ключи. Использовать состояние. Сейчас вспомните приятные ощущения, моменты из жизни, в которых вы чувствовали состояние безусловной любви. Будь то котенок, цветочек, какая-то красивая панорама, либо близкий человек. То состояние, когда вы чувствуете, что вы готовы безвозмездно дарить свою радость, свое счастье, заботиться, радовать, исцелять все пространство вокруг. И вот это вот чувство мы активируем и начинаем в себе пестовать, взращивать в этом упражнении, в столбовом состоянии. Далее мы добавляем дыхание. Мы начинаем ощущать это состояние любви на уровне сердечного центра. И выдыхать в ладошки. Выдох в ладони. Мы выдыхаем по каналу инь, по этой стороне. Идет у нас выдох. А вдыхаем мы по каналу ян. Вдыхаем задней поверхностью, лопатками. И между лопаток энергия входит и начинает совершать вот такое движение. То есть мы выдыхаем в руки, а вдыхаем в спину. Мы очень часто просто умеем отдавать любовь, но не умеем ее получать. Или наоборот, некоторые люди только любят получать, но не умеют отдавать. Это упражнение помогает активировать правильный энергообмен с окружающим пространством. И включить в сердечный центр. Средний котел, средний дантянь. И просто дышим. Расфокусировали взгляд так, чтобы он не цеплялся ни за какие предметы, объекты. Макушку слегка вверх, копчик. Тянем вниз, коленочки подсогнуты. Поясничка скруглена. И дышим энергией любви. Выдох вперед. Вдох по сторонам назад. Через спину. И старайтесь все тело расслабить. Расслабить все напряжения, опустить плечи, локти. Все стремится вниз, спокойно свисает. У вас напряжены только те участки, которые непосредственно участвуют в формировании каркаса столбового состояния. Также допустимы легкие микродвижения. Если ваше тело чуть-чуть чувствует, что здесь надо копчик туда чуть толкнуть или туда, или макушку еще потянуть. То есть постоянно следите за тем, чтобы ваш каркас выравнивался. И вы в этом упражнении сравниваете левое и правое. И начинаете выстраивать в ощущениях, во внутренних, правую и левую половину в симметрию. В состоянии одинаковости. И дышим энергией любви. Выдох в ладошки. Вдох через лопатки. И учимся вот этой вот циркуляции. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Если у вас не особо возникают каких-то мощных ощущений, то вы можете уйти в более низкую стойку. То есть со временем, со временем это позволительно опускаться на более низкий стульчик, так скажем. Тогда мощнее работает энергия, быстрее включается энергообмен с землей. Но это должно быть комфортно. Если вы чувствуете, что вы не можете так ставить, то снова немножко поднялись. Но коленки должны быть немного согнуты постоянно. И дышим энергией любви. И открываем сердечный центр. Средний донтянь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дышим как обычно носом, но при этом вдыхаем энергию через ладошки и выдыхаем Спокойное глубокое дыхание Само по себе это упражнение очень полезно Особенно когда вы вниманием начинаете проявлять и осознавать свои энергетические каналы То есть на вдохе вы чувствуете, как энергия втекает, а на выдохе покидает ваши руки Постепенно-постепенно вы начинаете осознавать, как энергия проходит все дальше, глубже И начинаете ощущать вот эти магистрали, реки, по которым течет энергия Собственно, в цигун практически все практики, особенно в мягком, медленном цигун связаны С тем, что мы соединяем внимание, дыхание и движение в одно поле, в одно действие И тогда состояние цигун наступает гораздо быстрее А состояние цигун – это состояние замедленности, осознанности Это когда вы можете воспринимать реальность как сновидение, не сильно в нее вовлекаясь И при этом осознаваясь, что это игра Это дает возможность гораздо дольше сохранять психическую систему в здравии и бодрости И быть счастливым, радостным человеком, целостным внутри самого себя Итак, ставим ладошки над головой Закрываем глаза Сгибаем пальчики, как будто у нас в руках появляются яблочки И внимание переносим на кончики пальцев И мысленно от всего сердца приветствуем небеса, полные светлых сил Открываем свое сердце и наполняем небо потоком любви и благодарности Благодарим весь наш род Благодарим наших учителей, наставников, ангелов-хранителей И для того, чтобы дух начал к нам опускаться, соединяться с нами Мы должны попасть в определенное состояние Открыть в себе состояние благодарности Потому что именно через благодарность мы можем сонастраиваться с этими стихиями Через открытое сердце И теперь мы просто осознаем кончики пальцев И мысленно открываем их и позволяем энергии неба Начинать стекать в пальчики В первую фалангу Во вторую фалангу В третью фалангу Энергия стекает дальше в ладошки, наполняет центры ладоней Наполняет кисти Стекает к локтям Наполняется локти Наполняется плечи Переносим внимание на макушку головы Открываем макушку Ощущаем, как поле над головой открылось, расслабилось И впускаем небесный голубой поток В голову Промываемся Наполняемся Сияющим голубым светом И начинаем очень плавно опускать руки Вместе с прохождением энергии через наше тело И просто позволяем этому потоку входить и течь внутри нас Ощущать его На первых порах могут быть слабые ощущения Но практикуя Вы почувствуете С каждым разом все мощнее и мощнее энергии нисходящего потока Прижимаем кончик языка к верхнему небу И продолжаем плавно опускать руки Наполняем шею, сердце Грудную клетку, спину Наполняем живот Расслабляем его Полностью расслабляем все тело Расслабляем бедра, ягодицы Опускаем энергию в колени Опускаем энергию в икроножные мышцы Расслабляем их Голеностопы Стопы И чувствуем как энергия течет через стопы В землю и соединяется с землей Соединяем небо и землю И снова плавно поднимаем руки Настраиваемся на этот поток С каждым разом все будет легче Быстрее ощутить, понять, почувствовать Нисходящий поток света Если у вас хорошо работает визуализация Представляем голубой поток Переливающийся серебристыми Золотистыми вкраплениями И промываемся Очень медленно, очень расслабленно Ключ Ключ именно открытость И спокойствие Внутренней И здесь хорошо примените образ Что вы маленький человек Соединяющий огромное пространство Над головой Вы соединены с небом Оно соединено с вами И протекает через вас И третий раз опускаем Через себя этот поток Полностью ему открываемся Доверяем И ощущаем, как через нас течет Поток света Стекает через пальчики, рук и ног Через ноги, через руки Через все тело Стекает вниз И соединяется с землей И теперь Ладошки у нас Как бы опираются на землю И мы снова Мысленно от всего сердца Приветствуем матушку землю И посылаем ей поток любви И благодарности Наполняем любовью царство Кристаллов, минералов, металлов Всю землю Обнимаем из сердца И благодарим матушку землю За ее поля Леса Моря Реки Океаны За царство растений и животных За ее красоту За жизнь За еду За друзей Мы все Дети Нашей планеты И Когда мы развиваем Развиваем в себе тонкие ощущения Мы начинаем чувствовать Обратную связь Наша мама Всегда Готова с нами Пообщаться Наполнить Нас своей живительной силой Тогда, когда мы Способны это воспринимать Когда мы можем Быть в медитативном состоянии Дорогие друзья Итак, начинаем Наше занятие По развитию Экстрасенсорики Суперчувствительности Давайте Начнем с вами С того, что мы Растираем ладошки Обычно Мы начинаем С рук И Так как В руках Очень большое количество Рецепторов Они очень чувствительны И очень большая часть мозга Отвечает За руки И взаимодействие С окружающим пространством Через мелкую моторику И вообще Такие вещи Как игра На музыкальных инструментах Когда вы работаете С мелкой моторикой И вообще И Лепка Рисование Она очень хорошо Развивает ваш мозг И Открывает Творческий ресурс Когда открывается Творческий ресурс Возможность Творить Мы Испытываем Прекрасные состояния У нас Начинает Вырабатываться Диметилтрептамин И Мы Совершенно в другом качестве В осознании Можем прожить эту жизнь Поэтому Давайте сейчас с вами По сонастраиваем Наши энергоцентры Ну Для того чтобы Их почувствовать Мы еще немного Активируем ладошки И Первое упражнение Это рисование Берем указательный Пальчик правой руки И на расстоянии 5-10 сантиметров Медленно Начинаем Прорисовывать Ладошку Проводя По каждому Пальчику Если у вас ощущение Движения Энергии На ладошке Левой руки Ощущается Присутствует То Вы Тогда Увеличиваете Расстояние И Прорисовываете Каждый Пальчик Но чуть-чуть дальше 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 И находите Рабочую зону Это то расстояние Где это ощущение Слабеет Либо теряется Вовсе Эта рабочая зона Может с каждым разом Увеличиваться Но иногда Если у вас Нересурсное состояние То она будет Приближаться Но это абсолютно нормально Так как эволюция У нас двигается По принципу Два шага вперед Один назад Всегда есть Какой-то прорыв Потом откат Также продолжаем Рисовать Рисуем восьмерочки В горизонтальной плоскости В вертикальной плоскости Рисуем ромашку на руке На ладошке С большим С большим количеством Лепестков Кстати Очень хороший Гармонизирующий Символ Который Вы можете Уже Накладывать На какие-то Неприятные Ощущения Участки Где есть боль Просто в этом месте Рисуете Объемную ромашку Как такой цветок В объеме Это позволяет Гармонизировать Пространство энергии В этом месте Если блоки Только появились Если только Какие-то свежие Болячки То это очень быстро Исцеляет Эти места Поменяли ладошку На другой руке То же самое Порисовали Прошли каждый пальчик 3-5-10 сантиметров У нас расстояние И рисуем Также находим рабочую зону Постепенно Отдаляя Руку Возможно Чувствительность На правой и левой руке Будет разная На первых порах Это тоже абсолютно нормально Просто Одно Из полушарий У нас Лучше связано С рукой Если мы Ощущаем Движение энергии В левой руке У нас правое полушарие Работает Если мы В правой руке Это соответственно Левое Теперь следующее упражнение 5 лучей Мы через кончики пальцев Собираем В центр ладони Как бы стягиваем энергию И Как за ниточку Потянули Вытащили Почувствовали натяжение Обратно Вставили энергию В центр ладони И выдавили Через кончики пальцев И Начинаем Тянуть Толкать Выдавливать Вдох Потянули Начинаем Синхронизировать Движение Ощущение энергии С дыханием И Обязательно Чтоб ваше внимание Было Здесь Сейчас В присутствии В ощущениях Развитие Тонкого тела Вдох Тянем Выдох Выдавливаем Чувствуем Как энергия Через кости Пальцы Выходит И входит И То же самое Делаем С противоположной Рукой Если У вас Ощущение Слабое Чувствительность Слабое То Вот Эти Простые упражнения Делаете Три-четыре Раза в день По пять-десять минут Уже буквально Через неделю-две Вы обнаружите Что Вы намного больше Стали чувствовать Руками Здравствуйте Дорогие друзья И мы с вами Начинаем практику Микрокосмической орбиты Или Малый небесный круг Для того Чтобы Эта практика Произошла Максимально Эффективно Для вас Я попрошу вас Занять Желательно С прямой спиной Вы можете Сесть на стул И не скрещивать Ноги Ну если вам Так комфортно сидеть То это Самая удобная Поза медитативная Для работы Либо полулотос Либо лотос Либо Можете сесть В кресло Вот Главное Чтоб вы не ложились Совсем Потому что На первых порах Часто при Внутренней работе При практиках На игу Люди Засыпают И Практика Превращается В такую Абстракцию Если вы Несколько раз Себе позволили Так сделать Заснули во время практики То потом Ваш организм Будет часто Врубаться Во время медитации Наша задача Чтоб он все-таки Сохранил ясность И бодрствование Итак Закрываем глаза Настраиваемся На наше тело Ощущаем Наше дыхание Почувствуйте Как воздух Входит в ваши ноздри Касается их Входит в горло Легкие На выдохе Выходит И теперь мысленным взором Просканируйте себя Плавно Вниманием от макушки головы До кончиков пальцев Рук и ног И сейчас мы погружаем Внимание В то место Где рождается Наша сексуальная энергия Для того Чтобы найти это место Сейчас Попробуйте Создать Состояние Легкого Приятного Сексуального Возбуждения Никак не оценивая Саму эту энергию А просто Осознайте Где Рождается И появляется Ваша сексуальность В какой точке Четко и точно Найдите ее С помощью Своего Внимания И Внутреннего Наблюдения Если у вас Не получается Силой мысли Активировать Этот центр То Тогда вспомните Приятные моменты Из жизни Где ваша сексуальность Проявлялась И Очень важно Чтобы эти моменты Были связаны С какими-то Романтическими Ощущениями Состояниями В которых Вы чувствовали Любовь Радость И гармонию Итак Активируем Сексуальный центр И создаем Ощущение Приятного Легкого Возбуждения Это Возбуждение Как Легкий Фонтан Такой Начинает Постепенно Расти Усиливаться Расширяться И Заполнять Низ Живота Ощущение Продолжение Потропиться Постепенно Активируем Ощущение Активируем И теперь на вдохе мы начинаем это ощущение сексуальности поднимать вдоль позвоночника вверх, вдыхаем его в область лопаток, и здесь мы создаем ощущение любви, ощущение безусловной любви ко всем живым существам. И опять-таки, если с этим возникают проблемы, то вспоминайте моменты из жизни, когда вы безусловно кого-то любили, когда через вас шел поток любви, направленный к какому-то существу, человеку, растению, животному, ситуации, пейзажу. Может быть это ваш ребенок. Вспомните тех, кому вы чувствуете безусловную любовь. И через это вспоминание активируйте и ощутите, как в области сердца появляется ощущение тепла, любви, радости, расширения. Продолжение следует...